Сина пишет Достаточно ли ты активен и сконцентрирован на достижении своих целей? Неизбежно наступает время, когда ты, как бы это сказать, выдыхаешься, и тебе необходимо, так сказать, перезарядить батарейки и все обдумать. И в такие моменты, знаешь, нужно понять, что тебе помогает. Можно поехать в отпуск, ну или там, пообщаться с друзьями, пойти к наставникам. Знаешь, найти свой способ вырваться из рутины. И в такие моменты, в такие моменты, я полагаю, ты можешь хорошенько обдумать, что лежит в основе твоей веры в свою цель. И что тебе нужно изменить, чтобы добиться еще более успешного результата. И после всего этого, ты можешь снова вернуться к работе. Это интересный вопрос, потому что мы как раз собираемся выпустить видео о Линдсе Стерлинг. Не знаю, в курсе ли вы, кто она. Она скрипачка, и у нее было одно из самых известных видео на Ютубе. Одна из ее песен, и... Когда занималась игрой на скрипке, она как бы устала от нее. Потому что классическая музыка несколько однообразна и не меняется. И она устала от нее. И она хотела перестать ее заниматься. А затем она открыла для себя электронную музыку, и скрилекс, и диджеев, и всех этих ребят, создающих биты. И она сказала, «Было бы просто здорово объединить мою скрипку с электронными битами». И она создала новый жанр, которого не существовало до этого. И в ней снова проснулся интерес и страсть к скрипке. И это также помогло ей понять, в каком направлении двигаться, и создать один из самых популярных музыкальных видеороликов на Ютубе. И я полагаю, что наверняка в этом мире есть что-то и для тебя. Если тебе все еще нравится читать рэп, но тебя, так сказать, не устраивает то, как ты до сих пор это делал, или то, как другие люди это делают, нужно все проанализировать, возможно, подумать, как можно сочетать это с каким-то другим делом, которое тебе нравится, и продолжать, так сказать, зондировать почву. Рассмотрим, например, группу Битлз. Ни один из их альбомов не был похож на другие. Их первый альбом очень сильно отличался от второго, а тот разительно отличался от следующего. А люди думали, «Так, нам нравятся ранние битлы, почему вам, ребята, нужно обязательно что-то менять?» Да потому что меняемся мы, как личности. Мы не стоим на месте, мы хотим чего-то нового, и я думаю, что это относится к любому предпринимателю. Особенно к тем, кто занимается искусством. Им необходимо постоянно развиваться и пробовать новое. Если вы устали от того, чем вы занимаетесь, нужно спросить себя, «Что новенького я могу попробовать?» Попробуй заняться проектом, в котором можно объединить рэп с чем-то еще, и тогда ты увидишь, удалось ли тебе снова найти вдохновение. Да, отличный совет, Эван. Я также думаю, что если ты действительно погряз в рутине, пойди и послушай других рэперов, которых ты действительно ценишь. Пойди и пообщайся с ними. И возможно, возможно, тебе следует организовать какой-нибудь совместный проект с партнером. Потому что, похоже, тебе нужен приток свежих сил. У тебя, видимо, есть определенная цель, тебе нравится то, что ты делаешь, но тебе необходимо развиваться, и для этого есть много возможностей. Спасибо. 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 Спасибо.